Привет, ребята! Сегодня мы с вами научимся создавать в 3D формате вот такую красивую елочку. Представляете, зеленая нарядная елочка с желтой звездочкой, с новогодними подарками и с пописью с Новым Годом. Для этого нам нужно перейти с вами в сервис Tinkercut и создать новый проект. С правой стороны у нас находится панелька с разными фигурками. Давайте выберем звездочку. Да-да, вы не ошиблись, именно звездочку мы размещаем в нужном нам месте. Этот объект перекрашивая в зеленый цвет, ведь это наша будущая елочка. А сейчас смотрите, попробуйте поэкспериментировать вот с этими бегунками, выбирая большее или меньшее число. Смотрите, как меняется наша звездочка. Изменилось количество лучиков, изменились размеры. Вы также попробуйте, не бойтесь. Здесь самое интересное, что можно пробовать разные варианты и если что-то не понравилось, можно сделать откат назад, как и во многих онлайн документах. Посмотрим с разных ракурсов на нашу елочку, приподнимем ее, увеличим размеры, а сейчас сделаем копию этого объекта. В верхнем левом уголочке нажимаем копировать и приподнимаем за верхний треугольничек скопированную детальку. Приподнимаем ее как бы над первым нашим объектом, над первой елочкой. Сейчас нужно будет посмотреть, может быть вы захотите увеличить размеры елочки, уменьшить вот этих вот веток ее, расположить совсем иначе. Не бойтесь, посмотрите на вашу елочку с разных ракурсов, если нужно поменять ее размеры. Размеры у нас указаны, вот сейчас мы видите размеры 100 и 26, при нажатии мы видим, при этом размеры можно обменять. Сейчас сделаем выравнивание нашей елочки вот по этой точечке. Эти два объекта выравнились по той точке. Давайте посмотрим с разных ракурсов. Мне вот не понравилось, выравнивание не совсем четкое, сейчас не по центру. Нужно изменить размеры нижней елочки, чтобы веточки были видны, либо уменьшить размеры верхней елочки. И разные форматы, и так, и так. Размеры можно вот так вот поменять, смотрите. Выделяем цифры, вбиваем свои размеры и нажимаем Enter и все. Давайте посмотрим сверху, как у нас будет. Можно подправить. Сейчас, как раз в преддверии Нового года, многие семьи украшают свои дома, либо елочками искусственными, либо настоящими, либо просто веточками от елочек, картинами различными, праздничными украшениями, новогодней символикой. И все это поднимает наше настроение. А сегодня мы с вами учимся создавать 3D модель елочки. И наш итог нас порадует и тоже поднимет наше настроение. Так, перемещаюсь, смотрю. Мне тоже с первого раза не все удачно может получиться, не все может понравиться, поэтому не бойтесь, экспериментируйте. В любом случае можно сделать всегда откат. Видите, как я это сделала обратно? Поэтому не бойтесь. Также здесь можно разворачивать фигуры на градусы. Так, сейчас я это пытаюсь сделать. Вот, чуть-чуть сместилась. И теперь я подправлю, уменьшу размеры второго объекта, сверху который находится, сделаю чуть поменьше. У нас же лапки у елочки, чем выше, тем меньше. Поэтому сейчас мы так и будем это делать. То есть, с каждым разом все меньше и меньше. Сейчас, да, подравняю еще немножко объект. Смотрите, он коряво. Выделила оба объекта. Делаю выравнивание. Нажимаю на точечку и выравниваюсь по центру. Теперь снова делаю копию верхнего объекта. Так, откат назад, мне не понравилось что-то. Делаю копию. Раз, скопировала. Приподняла. Приподняла, чуть-чуть опустила. Размером. Теперь еще посмотрим, как она расположилась. Ничего, вроде все нормально. А как вы думаете? Нет, размеры сейчас я поменьше сделаю, чтобы лапки у елочки, ветки у елочки стали меньше размера. Сейчас проверю. Немножко кривовато. Так, сделаю повыше. Елочка. Ага, уменьшу. Теперь с другого ракурса посмотрю. Сразу вот видно, что у нас у меня сместилось. Поэтому не забывайте с разных ракурсов смотреть на вашу елочку. Вот, теперь меня все устраивает. И следующее, что я сейчас буду делать, буду снова копировать третью детальку. Скопирую. Приподняла. Вот. Скопировала. Ну, а сама у меня приподнялась. Снова копирую, копирую и копирую. И так столько раз, сколько нужно. Она у меня уже подросла, елочка. Смотрите, пожалуйста, у нее уже раз, два, три, четыре, пять, шесть ярусов. Шесть ярусов у нашей елочки. Проверяю со всех сторон ее. Отлично. И мне нужно уже верхний ярус уменьшить размеры елочки, размеры лапок наших, веточек. Вот. Копирую. Пытаюсь приподнять. Она, видите, как у нас высокая. В любом случае, даже если у вас получается большой объект, вы не бойтесь. Вы всегда можете изменить масштабы. С левой стороны у вас находятся плюс и минус. Тогда можно сделать больше или меньше масштаба. Давайте теперь сделаем праздничные подарки. Коробочки вот эти новогодние выбираем. Вот этот объект. Ему можно покрасить, изменить цвет, размеры, какой вам удобно. Сейчас мы из этого объекта сначала сделаем ленточки, которыми будем завязывать наши подарки новогодние. Каким образом это делается? Сейчас поставим, как нам удобнее, чтобы было. Лучше сверху, чтобы смотрелось. И выберем желтый цвет, например, ленточки будут. Либо оранжевый, либо розовый. То есть вам нужно сначала определиться с тем цветом, который будет у ленточки. После этого вы снова выбираете ту же самую фигуру. Их нужно будет сделать 4 штуки. Эти фигуры будут отверстиями. Да-да. Представляете, они будут отверстиями. Сейчас я дублирую, делаю копию этого же объекта. И размещаю с четырех сторон. Давайте посмотрим, что у нас получится. У меня скопировался лишний объект. Вот этот красный квадрат. Я сейчас его удалю. Выделяю и нажимаю кнопку «Делит» – удаление. Вот. Так, теперь следующее. Все выделяю, все фигуры. И нажимаю «Объединить», «Сгруппировать». Вот эту кнопочку «Сгруппировать». Смотрите, у нас осталась одна ленточка. Но она мне не нравится. Она какая-то косая получилась. Отлично. Делаю откат тогда. Все возвращается. И пытаюсь разместить квадратики так, чтобы ленточки у меня были ровнее. Можно этого не делать. Снова группируем. И получаем нашу ленточку. Сейчас выбираем следующий квадрат. Этот же объект. Перекрашиваем его в другой уже цвет. Например, цвет коробочки будет у нас желтый. И накладываем на нее нашу ленточку. Ленточка чуть-чуть меньше размера, чем квадрат получилась, чем коробочка. Поэтому сейчас размер ее меняем. Смотрите. Высоту, ширину, длину мы можем поменять. Если у нас это не получается сделать сверху, мы тогда делаем это сбоку. Вот таким вот образом. Смотрим со всех сторон, четко ли у нас видно. Все замечательно. Несмотря на то, что ленточки у нас немножко косо, мы сейчас делаем сверху небольшую такую заклепочку вместо бантика. Обычно бантик сюда привязывают. Мы сделаем вот такой бриллиантик, заклепочку, которая будет сверху у нас находиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И на будущее. Для того, чтобы нам каждый раз не создавать новую ленточку, новую коробочку, мы выделяем этот объект и делаем его копию. Смотрите, как я это сделала. Либо вот выдвигаю. И сейчас копирую еще раз. Таким образом, у меня получается 4 новогодних подарка. 4 новогодние коробочки. Смотрите, бывает такое, что зацепляется и передвигается только один объект. Не страшно, весь выделяю. И теперь весь передвигаю. Перекрашиваю коробочку. Для этого мне нужно выделить коробочку и посмотреть на цвет, совпал ли он с цветом коробочки. Желтый, теперь меняю его на малиновый. Желтый цвет, отлично. Значит, правильно выделили. Меняю на голубой такой цвет. Синий. Снова выделяю коробочку. Желтый цвет меняю на зеленый. Нет, не на зеленый. На оранжевый. Нет, все-таки на зеленый. Вот, теперь у меня совершенно 4 разные новогодние коробочки. 4 подарка. Посмотрю с разных ракурсов как. Если нужно, то можно в любое время подправить что-то и ошибки какие-то, если есть. Сейчас добавляю текст. Смотрите, вот этот текст. Он у меня вниз головой располагается. Не бойтесь никогда, даже если вниз головой, вы сейчас можете его перевернуть. Смотрите, как я меняю размеры текста. А сейчас я переверну этот текст. Так, вот. Вот таким вот образом я переворачиваю текст. В панелечке у нас, которая открылась, написано текст. Мы его стираем и пишем на русском языке с Новым Годом. Не боимся, ничего страшного. Нажимаем Enter и уменьшаем размеры текста. Вот таким вот образом. С левой стороны подтяну, а сейчас с правой стороны подтяну текст. И теперь он у меня уместился. Заданные рамки. В любом случае, вы можете поменять размеры текста на ваше усмотрение и также перекрасить текст. Смотрите, как он перекрашивается. Так же, как и объекты. Ну, мне больше красный цвет нравится. Поэтому его и оставлю. Вот, как красиво у нас теперь выглядит. Если посмотреть на картину сверху. Елочка красавица. Новогодние подарочки. Поздравления с Новым Годом. Что-то мы забыли. Ребят, давайте подумаем, что мы забыли. Наверное, мы забыли одного новогоднего персонажа, который любят лепить все дети во дворе. Как вы думаете, что это за персонаж? Сказочный персонаж во многих новогодних мультиках. Ну-ка, ну-ка, догадайтесь ли или нет. Это... Сейчас я поменяю цвет, и вы сразу догадаетесь. Наверное, это снеговик. И вы будете, ребята, правы. Сейчас я покажу вам, как менять размеры у снеговика. Видите, сверху выглядит некрасиво. Поэтому сейчас поменяю вот тут. Вот точечки. Нажимаю на точечки и тяну. За эти точки увеличиваю размеры нашего снеговика. Первого круга. Поднимаю за... Вот... Не за ту точечку подняла. Вот за эту. Увеличиваю, увеличиваю. Так, давайте вспомним. Из каких частей состоит у нас снеговик? Обычно из трех частей. Нижнее туловище, потом верхнее туловище и голова. Вот сейчас сделаю копию, приподнимаю. Приподнимаю тихонько и буду уменьшать размеры второго объекта. Туловище. Наши снега. Можно поменять циферки. Можно попробовать новый тогда шар взять с правой панельки. И вставить его. Я попробую еще раз копировать. Вытянуть вот за этот треугольничек. Вытягиваю, вытягиваю на нужную мне высоту. На такую, какой вам нравится. Проверяю с разных ракурсов. Обязательно с разных сторон. Чтобы он нигде не съехал. Хотя даже если съедет, ничего страшного. Будет чуть-чуть кривоват. Как прям настоящий снеговик. А сейчас меняю размеры. По углам у нас стоят квадратики. Я вот за эти квадратики меняю общий размер. Либо за черные точечки. Вот эти квадратики. С одной стороны. С другой стороны подтягиваю. Уменьшается наша фигура. Видите? Какая красивая она. Теперь снова сделала копию. Приподнимаю получившийся объект. И снова меняю размеры. Уменьшаю. Уменьшаю. Теперь вот так. Нужно уменьшить. Вот у нас и получились. Три части. Смотрю, как голова какая-то приплюснута у нас. Сбоку получилось. Сверху ничего так смотрится. А сбоку? Сбоку не очень. Что для этого сейчас тогда будем делать? Сейчас будем вытягивать. Вот за эти точечки. Вытягиваем. Вытягиваем. Смотрим. Сбоку. А сейчас мы будем создавать ему глазки. Нашему снеговику нужны глазки. С помощью которых он будет смотреть на наш новогодний праздничный салют. На нашу новогоднюю елочку. На подарки. Перекрашиваем глазки в черный цвет. Сначала я их уменьшаю. Делаю меньшего размера. Потом продублирую. Сделаю копию. Далее я их объединю. Сгруппирую в один объект. И уже буду потом накладывать на лицо снеговику. Мне сложновато. Потому что объект маленький. Все меньше и меньше становится. Мне очень неудобно. Вот так размер высоты. Меняю. Спускаю ниже. До пятерочки. Да. До пятерочки. Вот так вот примерно. Сейчас я его делаю копию. В верхнем левом уголочке. Копирую. И выдвигаем. Выдвигаем. Не сразу может получиться. Приближаем. Увеличиваем. Чтобы нам было удобно. И вытягиваем. Вот у нас теперь два симпатичных глазика. Конечно, их можно еще доработать. Добавить на них еще белые вставить. Шарики тогда получили зрачки. Но я их сейчас сгруппировала. И попытаюсь поставить их на лицо снеговику. Это очень трудоемкий процесс. И очень смешной. Давайте, ребята, посмотрим, что же у нас получится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, смотрите, вроде получилось. А сейчас будем делать ему морковку. Нот снеговика. Выбираем конус. Конус перекрашиваем в оранжевый цвет. Морковка у нас оранжевая. И уменьшаем размер этого конуса. Чтобы он больше был похож на морковку. Сейчас нам нужно будет этот конус положить. Это не всегда может получиться. Но надо попытаться. Вот так вот. Вот сейчас он у нас положился. Горизонтально лежит. И сейчас за треугольничек приподнимаем на нужном расстоянии. И попытаемся сейчас поставить нос снеговика к лицу. Посмотрим, что из этого получится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, ребята, как нам нос снеговика чуть-чуть осталось подкорректировать немножечко. Сейчас исправим. Ага, с даем он не сразу у меня получается. В принципе, ничего такой симпатичный носик получается. А сейчас я попытаюсь ему сделать руки для снеговика. В руки можно, если будет время у вас и желание поставить, например, метелку, то для этого нужно будет сделать метелочку. Либо веточки вставить, веник. Разные варианты. Подумайте сами. Если будет желание и возможности, то можете еще добавить дополнительно. А сейчас я попытаюсь прикрепить руки к снеговику. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, посмотрите, с правой стороны у нас есть боковая панелька и там располагаются разные-разные фигуры. Вот сейчас мы смотрим просто фигуры, вкладочку. Здесь есть тыква, глазки, ушки, ножки, усы, беретик, очки. То есть разные аксессуары, которые можно добавить вашему персонажу. Помимо этого, здесь еще дополнительные вкладочки есть. Давайте посмотрим, какие они. Соединительные элементы, детали, которые нужны не во всех случаях, но могут нам пригодиться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, головной убор у нас надет, а сейчас будем делать улыбку. Давайте посмотрим. Переходим в основные фигуры и выберем цилиндр. Да-да-да, именно из цилиндра мы сделаем улыбку. Сначала берем один цилиндр, берем второй цилиндр, перекрасим первый цилиндр в красный цвет. Берем второй цилиндр, накладываем на первый и превращаем его в отверстие. После этого мы сгруппировали объекты и у нас получилась улыбка, которую нужно просто-напросто уменьшить в размерах и добавить на лицо снеговика. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok